А перед началом данного видеоролика хотел бы передать привет таким замечательным пацанам как Сергею Ивлееву, Лёхе и Федяеву Владу. Спасибо большое за положительный комментарий под моими роликами, тем самым вы подняли его в топ. Если вы тоже хотите попасть в видеоролик, напишите в комментариях любое сообщение и рандомно я выберу трёх человек, которые будут в следующем ролике. Ладно, давайте переходить к моему новому видео. Привет, братюни! На связи я, Туркин Икс. И добро пожаловать на мою новую серию по самым эпичным трюкам в GTA Samp, которых вы ещё никогда не видели. Я думаю, вам очень сильно понравится эта серия, поэтому оцените, пожалуйста, мой видос лайком и напишите комментарий, ведь ваш комментарий может попасть в следующий ролик. Сегодня бы я вам хотел показать пару очень классных трюков. На ютубе я их ещё нигде не видел, я их сам искал, и поэтому думаю, что это будет просто эксклюзив, который вы ещё нигде не видели. Возможно, вы когда-то сами их находили, но на ютубе их нет, и это 100%. Так что давайте я вам сейчас всё замечательно покажу, расскажу и как правильно делать. Но перед этим хотел бы рассказать вам ещё об одном баге, который я нашёл буквально недавно. Не знаю, есть ли он на ютубе, но я его недолго искал, но поэтому не нашёл. Смотрите, это новый баг на скорость для мотоцикла. Он делается очень просто. Сейчас, например, выеду напрямую. Встаём вот так вот, и уже вот когда мы начинаем шаркать, нажимаем, а потом резко очень ускоряемся. Это можно использовать на каких-то моментах для стандов, я ещё не придумал куда. Но вот смотрите, вот сначала едем медленно, а потом резко ускоряемся. Ну, на поворотах он, конечно, не юзабельный, но давайте сейчас ещё снова выйдем напрямую, и вам покажу, как его правильно делать, и как его можно будет юзать. Смотрите, вот она, значит, почти уже прямая. Вот мы вот так выезжаем, встаём на дыбы, начинаем шаркать, и, так сказать, кликаем стрелочку вверх. Вот, смотрите, едем, показывает, что едем почти 200, и потом резко так оп и ускоряемся. Ну, юзать его можно перед какими-нибудь стандами на большой прямой, и баг, в общем-то, полезный, потому что применять его можно хоть куда-нибудь. Давайте я сейчас поеду на то место, где будет, так сказать, новый трюк для нашей крутой серии, и будет крутой трюк. Так что давайте всё, я туда погнал. Итак, братюни, вот это место, не подумайте, это не из предыдущей серии, просто отсюда нам придётся стартовать. Я сделал немного потемнее, потому что, как я посмотрел на записи, слишком ярко, и поэтому сделал более тёмное время суток, думаю, вам глазам будет немного приятнее. В общем, показываю, какой у нас сегодня план действий. Я хочу вот от этих вот поребриков, вот от этих больших, залететь вот на те вот контейнеры. Я не знаю, получится у меня-то или нет, поэтому будем тестировать всё вместе с вами. Давайте поскорее уже отправимся на второй заход, и посмотрим, что из этого у нас выйдет. Ну, мне кажется, это будет довольно лёгкий станд, и залететь туда возможно. Я его, честно говорю, ещё ни разу не делал, я его только нашёл, но показать, я думаю, вам его стоит, потому что, ну, вроде более-менее он простой. Значит, вот здесь вот разгоняемся, здесь сворачиваем. Вот фигово, что мы будем тормозить немного тут. Опа! Ну, в общем-то, давайте я не буду его переделать, потому что, ну, он очень простой. Просто нужно будет потратить много попыток, чтобы на нём остаться, а показывать вам кучу фейлов, где я буду просто мимо пролетать, я думаю, вам не стоит. Давайте уже я отправлюсь к следующему трюку и покажу вам какой-нибудь эпичненький станд. Но перед ночью, я думаю, ещё раз попробуем, потому что, ну, один раз как-то негоже пробовать. Давайте хотя бы два, и, возможно, на второй раз у меня сейчас всё получится. Давайте, значит, вот здесь вот разгоняемся, и опять здесь сворачиваем. Чуть не врезался. Опа! Ну, давайте, допустим, что вот я выполнил, потому что дальше я могу просто залезть пешком, да и даже вот в этот вот маленький квадратик, мне кажется, будет ещё эпичней попасть, и от ментов тем самым можно просто круто уйти. Давайте, значит, сейчас проедем немного дальше, там будет следующий станд, он находится совсем недалеко. Ну, он такой, сказать, ну, тоже от ухода для погони, и просто может там попаниться с друзьями, я не знаю. Ну, придумайте сами ему назначение, потому что я вам только показываю трюки, а вы уже сами их юзайте, как вам угодно. Вот тут просто разгоняемся, разгоняемся, и вот тут вот проезжаем, и вот тут заскакиваем вот сюда вот. Получилось даже с первого раза, это очень простые трюки, можно сказать, для начинающих людей, потому что, ну, вот прикольное место, вот сюда вот просто встаёте, и всё. Это место не простреливается, так как там текстурки, и можно отсюда просто затралить ментов, ла-ла-ла-ла, они такие, ох ты, Питер, всё такое, короче, вы меня замечательно понимаете. Я думаю, вам покажу ещё три классных трюка, а потом, ой, ещё три, ещё один, и получится в серии у нас всего три. Я думаю, за три целых крутых трюка вы оцените мой видос лайком, и напишите какой-нибудь классный комментарий, потому что, ну, я стараюсь, я пищу для вас крутые трюки, и я думаю, я этого заслужил. Давайте уже поскорее отправимся к новому трюку, потому что я его даже сейчас прямо начну, наверное, искать. Ну, хотя, да, я... А хотя нет, я вам покажу ещё один классный трюк, я помню его, он у меня в какой-то одной серии стантов был, но там он делался с большого количества попыток, потому что я ещё только учился, а сейчас я вам, наверное, покажу всё и так. В общем, вот тут вот разгоняемся, значит, вот этот вот поребрик, и от него надо будет отскочить и залететь вот туда, вот прямо к парковке. Тоже очень классно будет при погоне от ментов они откроют рот и поймут, с каким крутым гэнгстером они связались, и лучше им проваливать с этого местечка. Так, значит, давайте вот опять вот тут вот разгоняемся. Это довольно тоже простой трюк, но он, бывает, не всегда получается. Вот, видите, почти получилось. Давайте снова попробуем. Ехать тут уж не так и далеко, разгон не слишком большой. Вот, нужен. А так, ну, трюк довольно прикольный, и, так сказать, для третьего трюка в серии, мне кажется, он пойдёт. А отдельный ролик по этому трюку, я думаю, делать не стоит. Да чтоб тебе ничем-то не получается. Прыгаем на наш мотоцикл, и давайте ещё раз попробуем, потому что, ну, как я уже говорил, очень много терпения надо для выполнения трюков. Если у вас что-то не получается, никогда не отпускайте руки, потому что именно в следующий раз у вас может получиться. Я понял свою ошибку, я слишком сильно поднимаю свою... ой, поднимаю свой нос, а не свою жопу, я уж хотел сказать. Давайте, значит, снова разгоняемся, и в этот раз уже сделаем поменьше, поднимем нос, потому что, ну, слишком много поднимать у нас не будет получаться. И, да, очень эпично залетели, сделали, не помню, какой флип, но вроде так, в райте выглядел чётко. И вот просто вот сюда, например, заезжайте и сейвитесь в ментов. Они вас никак отсюда не достанут. Сюда на машине залететь невозможно. И просто вот, если что, вот так берёте и сваливаете. Тут такая тоже лесенка есть, классно, можно сюда запрыгнуть. В общем, применению этому трюку очень много. Можете просто фаниться с друзьями, а можете уходить таким эпичным способом от копов, чтобы они остались позади и вас никогда ни за что не поймали. И если вам очень сильно понравился этот ролик, я уверен, что он тебе понравился, братишка, поставь мне, пожалуйста, лайк и подпишись, потому что подписки и лайки очень сильно мотивируют. Прошлые выпуски набирали там по 20 плюс лайков, и я вам говорю огромнейшее за это спасибо. Поставьте мне опять 20 лайков, и выйдет новая серия по самым крутым стантам в GTA San Andreas. Ну а с вами был я, Туркин Экст. Пока-пока! Друзья, целую вас, люблю! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok